Приветствую всех моих многочисленных слушателей и подписчиков. Давно хотел высказаться по поводу единоборств. Я сам еще в школе начал заниматься единоборствами. Это было дзюдо. Занимал места какие-то на соревнованиях, потом карате. Затем рукопашный бой, бокс, кикбоксинг. И я очень долгое время занимался кикбоксингом и боксом. Мне нравилось, я был очень вдохновлен старой гвардии бойцов таких, как Федор Емельяненко, Мирка Крокоп, Энди Хак и другие. К1 очень любил смотреть. И всегда старался развиваться в этом направлении. На соревнованиях я не выступал, но они суть важна. Нравилось биться, перчатки, бинты, накладки, капы, бился, тренировался. Но буквально год назад мое мнение переменилось. Почему? Ну почему? Наверное, потому что я читаю литературу, которая погружает меня внутрь себя и ищет что-то новое. Она пытается ломать, ну это не пытается, она и ломает уже рамки, которые были во мне. И то, что навязано стереотипами государства и города и общества. Что-то исчезает, что-то появляется. Короче говоря, просто я меняюсь и поменял свое мнение. Как? Я считаю теперь, что единоборство это спорт направленный на уничтожение. То есть да, мы тренируемся, развиваемся, становимся сильнее, ловчее, быстрее для того, чтобы уничтожить себя, сделать отбивную. И своего соперника также. Другой вид спорта тоже, можно сказать, направленный на уничтожение. Мы свое тело так нагружаем сильно, что мало не покажется. Но и работа, с другой стороны, тоже. И вся жизнь направлена на использование тела. Но единоборство направлено на 200-300 процентов, ты его уничтожаешь. В плане того, что там, как бы, цель этого спорта нанести ущерб другому сопернику, чтобы он не выдержал. Мне это перестало нравиться. Не то, что перестало, я, наверное, не задумывался об этом так сильно. И мне нравится спорт, где ты развиваешься, который раскрывает твою душу, дарит красоту. Ну, все что угодно. Даже единоборства, такие, как кунг-фу и чигун, там, например. Да, это тоже раньше были единоборства направленные, направленные были на уничтожение. Но сейчас они существуют просто как культура. Вот. И для развития души и тела. И укрепление здоровья, кстати. Я не скажу, что бокс сильно укрепляет. Ну, как бы, да, укрепляет. И там и бегаешь, и подтягиваешься, и физически себя грузишь. Очень хорошо. Но в то же время уничтожаешь его прямо пропорциональной укреплению. А во-вторых, знаете, сейчас развитие спорта пошло, ну, очень сильно. Особенно таких видов, как ММА и UFC. И, как бы, деньги потекли в эти русы. Соответственно, стал приток шоуменов. Не бойцов, таких вот, как Федор Емельяненко. Мне нравился этот боец, Мирка Кроков. Тем, что они не делали себя клоунов. Они были достойными, уважали своего соперника. Выступали спокойно. Не пытались показать, кривляться вот это кривляние. И сумасшедшая агрессия направленная на уничтожение. Вот действительно агрессия. Когда сейчас смотришь бои UFC, и он бьется, его останавливает. Он все равно напрыгивает на соперника и бьет его. Или там, может, даже судью ударит. Что это такое? Где уважение? Где культура? И вообще культура, да, боя. Даже во время войны есть какая-то культура боя. Определенные правила. И они вот эта агрессия чрезмерная, она вселяется и в детей, и в подростков. И они еще не понимают, для чего это, что это. Они просто копируют, а она заселяется в их душ. Я считаю, что эту энергию нужно направить на развитие, а не на уничтожение. На развитие прекрасного, на помощь. И на постройку, а не на разрушение. Такое мое мнение. Если у вас есть что-то добавить, вы согласны или не согласны, делитесь своими мнениями. Интересно, что думаете вы. Потому что вот я раньше занимался и любил это, сейчас я перестал это любить. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.